Об архитектуре пойдет сегодня разговор в прямом эфире на Радио Балтик Плюс. Здравствуйте, меня зовут Владимир Кайрис, гость из студии сегодня архитектор Александр Башин. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в студии Радио Балтик Плюс, ближе к микрофону и ближе к народу, так сказать. Вы хотели начать свою речь с поздравления. Да, я хотел поздравить Юрия Михайловича Ваганова с 88-летием, пожелать ему здоровья и благополучия. Это ваш коллега. Да, и поблагодарить его за то, что он в свое время взял меня на работу, я работал в гражданопроекте, и он был моим первым учителем в архитектуре и в градостроительстве, поэтому дай бог ему здоровья и всего самого наилучшего. Поговорим о нашей с вами современности. Власти Калининграда рассказали, что формируют список укрытий в подвалах жилых домов. Обследовали около 4 тысяч из них, 3,5 оказались уже подходящими. Как вы считаете, для укрытия подвалы подходят в домах Калининграда? Ну, безусловно, конечно, подвалы как раз и являются укрытиями. Потому что, конечно, правильное дело, надо в сегодняшней ситуации, конечно, с этим заняться и подготовить подвалы на всякий случай, потому что мы увидим, что происходит и в Казани, и в Москве и так далее. Поэтому надо быть готовым, а для этого, конечно, надо сделать укрытие. Центр Калининграда. Дома строились в 50-х, в 60-х годах прошлого века. По вашему мнению, срок службы какой у этих хрущевок, грубо говоря? Знаете, я специально посмотрел справку по этому поводу. Они есть разные сроки. Есть 50 лет, есть здания, которые до 80 лет служат, и есть там до 100. То есть надо, конечно, проверить инвентаризацию каждого здания. Но в целом, можно даже усерединить, там сказать, лет 80. Ну, где-то мы, значит, подходим к такому сроку, что осталось этим зданиям лет 30, где-то вот так вот, жизни. Поэтому надо думать, что с этими зданиями делать через 30 лет. Нужно думать, что с ними делать через 30 лет. То есть мы понимаем, что срок эксплуатации этих домов уже подходит к концу. А как вы думаете, капремонт может ли каким-то образом продлить срок жизни этих домов? Ну, то, что сейчас делается с капремонтом, мне, конечно, очень отрадно, как жителю Калининграда, ну и профессионалу. Потому что достаточно много интересных архитектурных решений на сегодняшний день. И вот ими предложено, и работа делается весьма качественная. Надо отдать должное этому, вот, и на Театральной, и там около правительства, и на Ленинском проспекты. Частичные дома, вот, сделанные на Карбышево, весьма качественно, как бы, подходят к ремонту этих зданий. Я не знаю, конечно, как внутри, что-то меняется, там, с точки зрения внутрянки, там, сетей. Но с внешней точки зрения, с архитектуры точки зрения, конечно, город за счет капремонта преображается прямо в лучшую сторону. И решения архитектурные весьма такие качественные. Особенно вот отрадно применение плитки керамической. Прямо вот душа радуется за некоторые объекты. Ну, вы уже сказали, что где-то около 30-40 лет осталось. Придется так или иначе столкнуться с проблемой, что эти дома нужно будет менять. А вот на что их будем менять? Ну, наверное, все-таки тут важно сперва определиться район, да. Вот, какой бы правильно, к какому району правильно подойти по этому вопросу. Наверное, это все-таки район, ну, центра, вот, Ленинского проспекта, Шевченко, Сергеева, Черняховская, вот этот квартал. Там достаточно много внутри таких домов, они и снаружи, и с внешней части. Вот, может быть, район Советского проспекта, особенно правая сторона, там, Уральская, там, и так далее. То есть, это мы говорим о центре города. И, вероятнее всего, действительно, как бы, износ этих зданий, он близок к, ну, вот, к 75-ти, там, годам. Там придется что-то думать, что-то решать по этим проектам. Ну, и большого смысла реновации их, наверное, вот этих районов нет. Потому что и территория весьма ценная. С другой стороны, экономикой этих проектов, вот, повесить эти районы на частный бизнес весьма сложно. Потому что мы видим, что цены сейчас в последнее время не растут. Там, цена, там, максимум 150 за квадратный метр среднего стоимости жилья в городе. Она не позволит за счет инвесторов сносить дома и строить новые. Даже при повышении этажности, там, до трех. То есть, покупателя будет сложно найти, да? Да, но, как бы, не, экономика просто не сложится. Если у тебя 150, и, там, ну, максимум ты можешь нарастить, там, три этажа. Тебе надо выкупить, переселить, дать новое жилье, поменять сети, там, и так далее. Ну, вряд ли сложится экономика. То есть, это, вероятнее всего, должна быть программа. Программа, понимая, что лет через 30 придется все равно их менять, эти здания, то сейчас бы хорошо было задуматься об этом и создать, там, в течение, там, 2-3 года, там, программу по реновации. Вот, и главной задачей тут все-таки будет даже создание комфортной городской среды, создание такой, вот, застройки в центре города, нежели, вот, экономика. Потому что экономика тут должна отойти на второй план и должно, как бы, включиться программная, такая, государственная политика по реконструкции, реновации центральной части города. И об этом надо уже думать, да. Застройка Сельмы. Что вы думаете про инфраструктуру этого микрорайона? Ну, сама Сельма, уже, сам проект подходит к завершению, к экологическому своему завершению. Значит, социальная инфраструктура достаточно развитая, там, значит, есть и детские садики, и школы, и несколько частных медицинских центров, рынок новый там сделан, торговые центры, в общем-то, и рестораны, торговых центров достаточно много там. Вот, какая проблема основная вот этого района? Это все-таки парковка, перегрузка транспорта. Вот, надо продумать все-таки, прежде всего, инфраструктуру парковок. Вот, может быть, задуматься о парковой, о парках, о парке, да, то есть, застройок достаточно много. Лесопарковой территории много, а вот парковой территории, в которой бы горожане могли отдыхать, недостаточно. Вот, можно было об этом еще задуматься. Вот. Ну, так или иначе, Калининград будет расстраиваться. Как вы думаете, какими проектами он будет расстраиваться дальше? Такими, как сегодня, либо уже будут какие-то включаться новые? Ну, нужно, конечно, думать о перспективе. Что мы имеем на сегодняшний день? Ну, к своему логическому завершению подходят крупные проекты. Это Восток, он практически застроен. Сельма также застроена. Значит, начинается застройка острова. Это самый такой перспективный проект, которому надо уделять большое количество времени. Вот. Можно подумать о новых каких-то проектах, воссоединяющих, например, с Гурьевском, да? Создать такую агломерацию Калининград-Гурьевск. Потому что мы видим, как растет Гурьевск на сегодняшний день. Может быть, задуматься о новом районе. Там вот были предложения на территории совхоза Южного. Вот в этой части построить какой-то достаточно такой новый перспективный райончик. Вот он в сторону моря. Достаточно экологичная территория. В общем-то, можно об этом задуматься. Достраивается Московский район. Там тоже достаточно активно идет застройка. И остался небольшой ресурс до окружной. Ну, то есть, мы скоро увидим, что застройка практически полностью подошла к окружной дороге. Вот. И надо будет думать в ближайшие 5-10 лет, куда дальше двинется город. Гурьевск, его многие политические деятели, депутаты называются элитным районом Калининградской области. Вот насколько действительно вероятно и через сколько, если это будет, Гурьевск уже встретится с Калининградом и будет чем-то единым? Что изменится? Ну, это должна быть агломерация, одна большая. Вот. Это наиболее яркие перспективы, которые в обозревом будущем 10 лет можно как бы рассматривать. Он и сейчас уже соединен, и дальше будут как бы соединяться еще больше и больше. В этом плане надо рассматривать общую систему управления, значит, надо рассматривать общую социальную инфраструктуру, может быть прописку там и так далее, и так далее. Все это надо пересматривать в каком-то там ближайшем будущем. Вот. По поводу элитности Гурьевска, ну, тут еще рано говорить, пока у нас самым элитным является центральный район города Калининграда, он более такой элитный. Это вот район Амалинау, там район Кутузова, Победы, ну, может быть частично там Тельмана, да, вот там Энгельса. Вот тот район, Красная улица, он наиболее такой дорогой и качественный в плане. То есть, исторический район. Да, исторический район. У нас в Газе... Он как бы плюс-то в чем его, он малоэтажный, да, там достаточно комфортно проживать. Много зелени, социальная инфраструктура там полностью развита. Вот размер для человека удобный, вот, поэтому вот таких бых районов побольше было бы, конечно, много. Действительно, соглашусь с вами. У нас в гостях сегодня архитектор Александр Башин. Вот мы говорили о том, что застройка Калининграда будет продолжаться, все новое будет появляться на острове. Прокомментируйте, пожалуйста, ваши мысли по поводу того, что там будет в ближайшем будущем. Ну, конечно, острову надо сейчас уделять максимальное внимание. Максимальное внимание, потому что, как бы, там строится достаточно много интересных федеральных таких проектов. И видно, что там большие инвестиции в него уже что-то, ну, построились интересные школы, достаточно эффектные комплексы, жилой вокруг нее. Строится театр, это будет, наверное, такое событие для Калининграда. Также гостиница там достаточно такая интересная реализовывается. Построился музей Эрмитажа, да, филиал Эрмитажа. Ну, и какая-то дальнейшая перспектива. Много уже проектов рассмотрено на городсовете. Мы смотрим активное развитие этой территории. И, наверное, самое интересное, самые интересные архитектурные проекты должны будут появляться на острове. Ну, будем смотреть, что будут предлагаться. Если какие-то интересные проекты, то, наверное, вот на острове им самое место. Уходит целая тема для разговоров. Дом советов, как такая знаменитая доминанта города, не будем ее трогать подчеркнуто. А в каком месте, по вашему мнению, в Калининграде могла бы появиться какая-то новая городская доминанта? Ну, на острове. Безусловно, на острове. Как раз эта территория подходит для этого. Потому что там достаточно крупные есть уже проекты и объекты. Ну, там транспортная инфраструктура там избыточная на сегодняшний день. Она выполнена. То есть есть эстакады с двух сторон. Слегко уехать, приехать. Кроме этого, там есть инженерные сети какие-то. То есть и сами объекты. Там крупный стадион, весьма крупный такой объект. Вот этот театр крупный объект. Музей крупный объект. То есть... Сторазмерное должно что-то появляться. Иначе утонет просто. Смеримые какие-то вещи, да. Они вот вертикаль там появятся. Она будет только дополнять вот эти объекты крупные. Вот вы говорите о том, что где хорошо с дорожной инфраструктурой, с транспортной, это на острове, да. Но, тем не менее, пробки в городе. Каким образом с ними можно бороться? Естественно, расширением дорог. Каким-то образом их можно расширить в Калининграде? Частично, да. Частично нет. То есть надо, конечно, сперва сделать комплексную модель по управлению транспортом, что сделано во всех таких крупных европейских городах. А вот, конечно, обойтись совсем без расширения дорог, ну, например, Советского проспекта не получится, его надо расширять. В любом случае, нужно Московский район вывезти на Южный обход. Вот. Ну, какие-то еще дополнительные моменты. Нужно достроить окружную до Космодемьяновска с выходом на Балтийск. Ну, то есть, как бы, надо подумать о мосту, который вдоль залива, на заливе, да, чтобы сделать полное кольцо вокруг Калининграда. То есть это такие, ну, стандартные, как бы, решения, которые приходят в голову. Кольцо сделать такое окружное. Ну, и какие-то магистрали, которые выходят на кольцо, тоже нужно их сделать. А дальше, конечно, нужно управлять транспортом. Вот. Мост через залив все-таки нужен? Он каким-то образом поможет решить проблему? Ну, да, то есть он создастся полное кольцо. То есть мы упростим движение вот в этой части города, там юго-западная, да, по-моему, часть. Вот. Тогда мы получим такой наиболее короткий обход. То есть и грузовой транспорт не будет объезжать город, а будет наиболее быстро добираться до той части города. Вот вы когда-то рассказывали про свою идею создания короны города. Как она поживает сегодня и реализуема ли сегодня? Ну, вряд ли она уже реализуема. Это была идея, там, в начале 2000-х. Это вдоль вального укрепления сделать какие-то акценты, которые бы создали такую корону в Калининграде. Ну, сейчас эти территории практически полностью застроены, и вряд ли там получится создание вот этой идеи. Ну, жалко, но так или иначе эта идея была интересная. А в самом начале интервью мы говорили о запасе прочности домов, которые стоят в Калининграде в центре. В основном это брежневские, хрущевские дома. Есть запас прочности и у немецких домов? Вот какой он на сегодня? И как вы относитесь к немецкой архитектуре? Каково ее будущее? Да, но это историческое наследие наше, и к нему надо, прежде всего, так относиться. Этой застройки не так много, и ее, конечно, нужно сохранять. Не важно, сколько ей лет, в каком она состоянии. Исходя из этого, как бы и надо выстраивать градостроительную политику вокруг вот этого района исторического. Это город-сад. Это идея такая мирового значения была заложена тогда. Да, вот поэтому только таким способом можно подходить к этим объектам. Могу вас еще коротко попросить прокомментировать благоустройство в городе Калининграде. Как оно вам? Ну, благоустройство становится, конечно, качественнее, но я бы все-таки рекомендовал применять более качественные материалы для, особенно, центральных улиц. Вот там все-таки переходить на гранит, особенно на улице Ленина, на проспекте Мира, потому что это материал долговечный, и он по своему характеристикам достаточно качественный материал, и эстетика у него намного лучше. Вот, все-таки плитку применять на менее ответственных местах, потому что рано или поздно все равно придется менять на более дорогие материалы. Вот, поэтому вот такая у меня одна рекомендация. Хотя, конечно, благоустройство тоже у нас делается неплохо, но вот центр я бы сделал исключительно в хороших, дорогих материалах. Неплохая идея. Были бы деньги. И последний вопрос к вам сегодня, как к архитектору. Вот сегодня смотрим на современный, так скажем, Калининград. Что вам кажется изюминкой города? Изюминкой города? Вот изюминки города такой, ну, который, сказать, вот этот объект, он лицо города, вот я пока не вижу, не могу сказать так, чтобы вот оно создавало такой, ну, может быть, там биржи как-то, но пока еще нет такого объекта, который бы формировал такой облик, главный облик города. Может быть, она появится в каком-то обозримом будущем. Вот, возможно, театр вот этот новый, который построится, вот он может быть обликом. Вот, ну, пока на картинках, к сожалению, основной картинкой является рыбная деревня, вот автором которого я являюсь. Для меня, может быть, это, конечно, как бальзам на душу, но оно само по себе такая достаточно простая архитектура. В ней не было задачи сделать прямо, ну, кафедральный собор, он, конечно, историческое такое лицо города, да, но все равно он уже так немножко устарел, как образ Калининграда. Приятно было пообщественно. У нас в гостях был сегодня Александр Башин, архитектор. Спасибо, что пришли. Ну, всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok